всем привет мои хорошие с вами катит и канал gg family что же продолжаем скользающий мир мы прибыли вас гилю и там мы видим замок так что у нас тут камень ворота фонари давайте камень возьмем так платформу ну-ка ничего а что-то шевелится но ничего не происходит так что тут у нас ворота надежно заперты хорошо что я проверил теперь я знаю наверняка и с этим знанием мне проще выносить боли только что вывихнутого плеча дать я смотрю снова я уперся в закрытую дверь и вместо замка изображение черепа тревожный признак наверное сюда пускают только тех кто уже кого-то у кокошил или если ты уже покойник так какой-то череп хорошо а дальше что вот тоже какой-то череп есть да но с ним ничего не сделать ага ну-ка подождите-ка он двигается это может быть какая-то подсказка для нас интересно а что нам делать то с этим черепом непонятно может еще раз наступить ничего так я вижу только фонари нет у меня на китайские фонарики аллергии она конечно чисто психосоматическая но все равно это болезнь так вот так можем до посмотреть ну это двигается а рычаги какие-то есть ну-ка мне кажется ничего не происходит а а нет думала рычаг что-то сделать нет так ты интересно конечно очень интересно 1 2 3 4 5 двигается а только подождите еще раз смотрите как у нас получается вот мы отходим у нас получается 1 рычаг 2 в рычаг 2 в рычаг 3 кто 3 4 5 да так непонятно что делать но понатыкали мы все рычаги что ничего а они сдвинулись смотрите давайте так я вообще не знаю как тут сделать у нас вообще он сдвинулся ничего андавайте обратно все вернем какая интересная загадка идет наука ты идти подведем ага смотрите у нас череп собрался ну-ка ура урока нет ни часа летятские врата за это все дух от сделается потому что непонятно кто что за что отвечал что это за кошмарные летучие твари кажется они собираются напасть так что мы здесь можем осмотреть окно череп давайте начнем с черепа пусть тебе покоится с миром будь я мертвым мне бы не понравилась чужая компания держится крепко так нам ничего с ними сделать или может быть думаю рог каплю в самую пору нет думаю урок ладно так у нас тут есть окно куда-то проход и какой-то стражник какие-то голоса похоже там совещание попробую послушать что там говорят что случилось время пришло король становится все слабей пусть войска готовится скоро наше терпение окупится сполна да ас наше время пришло время не говори о том чего не понимаешь мир рушится все что имеет структуру будет стерта потоком времени останется лишь пыль и ржавчина плесень осколки и вечная боль вы о своих ранах шеф течение времени причиняет мне боль она меня отравляет гложет мою плоть осушает мою кровь как осушает землю медленно умирающую передо асгильцы эти что ли он мог бы все предотвратить но он прячется в своих покоях он за это ответит это правда да вы сокрушите короля вскроете его брюхо и спляшете на кишках и народ вас поддержит будут аплодисменты гурма все будут шипеть асгилья асгилья гурма а потом большой праздник и яркие флаги мое правление не будет смеха гурма никаких флагов никакой музыки наш мир конченное место это мир рока мир смерти песни и пляски этому конец пробил последний час короля а теперь возвращайся на пост я хочу осмотреть войска да ничего себе тут прям крупный заговор против короля они собираются напасть на короля мамочки во что же я вляпался так что мы можем тут взять веревка есть но дальше мы не дать они нужны и неплохо справляются замечу я не дотягиваюсь так нам значит нужно выйти до отсюда как на выкидка вот сюда мы не сможем до пройти дальше лезть не 100 стражник меня заметит так хорошо давайте стражника с лучше держаться от него подальше настроен он не очень дружелюбно так смотрите у нас есть рог так у нас есть веревка вот винта зайдем у нас есть только камень и веревка давайте их соединим еще пригодится а камень с веревкой хорошо в принципе можно сейчас слезть используя камень и веревку и тогда веселый юный клоун сразил злобную гадину тяжелым камнем неужели я пал так низко все мы его замочили ну что ж так долго то идет тут какая-то дверь есть нет она надежно заперта чё нам сюда тогда заходить а мы может вот сюда да сейчас зайдем да 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 так что у нас тут есть каменные диски подсвечники тасс какой-то есть я не дотягиваюсь у нас есть план наступления не остановлю значит может что-то с дисками нужно сделать нужно какая-то колотушка нет они нужны по нас ничего нет меня и неплохо справляются замечу и что делать нужна какая-то колотушка колотушка ничего нас да нет они нужны только для того чтобы пугать меня и неплохо справляются замечу ну здесь нам нечего делать он не хочет ничего с планом делать это же план наступления мамочки азгили собираются напасть на корону так мы ничем можете давайте ба а ну встал о meu мус спрятаться куда-нибудь что случилось кто это сделал враги в моем логове ну погодите кто у нас здесь маленький шпион что шпион нет нет я меня зовут седвик я просто клоун безобидный маленький клоун и все а ты знаешь где находишься маленький клоун я я кажется ошибся дверью ошибся дверью это точно вот что седвик для тебя есть хорошая и плохая новость плохая новость такая это очень очень глупая ошибка хорошая новость хорошая это последняя ошибка в твоей жизни форма слушаю босс отправь вора в клетку а я подумаю как наказать столь исключительную глупость офигеть попались с гильцам и азгилем ли все плохо дело что он делать где капель нет решетка тут не просто так выхода нет куча соломы давайте поройте так что вы нашли солома спасибо нет это спасибо нет этого добра у меня полно больше ничего нету только солома спасибо искать здесь что-то полезное это как в поговорке про иголку в минутку а ведь все не в самом деле была иголка кто-то в высших сферах смеется надо мной я не настолько так ладно у нас есть щель для еды давайте посмотрим уже взошло солнце остатки самоуважения не позволяют мне трясти решетку так что у нас еще есть а замочная скважина что и пальцы в замок не пролезут так ну давайте а что если сделать вот так вижу стал ключ нет ну ладно давайте за может быть замочных важно гнуть ключ из скважины если мои корявые пальцы снова не разрушит все мои планы да так я и знал у меня не получается запихнуть ее глубже в замок для этого ее сначала нужно как-то удлинить так как-то удлинить самому что ли слоняю солому молотить салу нет подождите сток может быть мы что-то соломы сможем избавлюсь от этой гадости что за чушь нет выхода подожди мы смыли солому да вопрос зачем мы это сделали внизу видно воду если так можно назвать эту мутную жижу не знаю даже непонятно сквозь решетку видно что я в каком-то ущелье снаружи нет никаких признаков стражи эй эй вы там я хочу есть ты хочешь кушать у нас есть кое-что для тебя мамочки пусть это он там положил случайно не капель нет это остатки плесневого супа хозяин его не хочет значит он отказался это есть да уж наверное он настоящий гурман ты не представляешь уже третий раз на этой неделе приказывает казнить повара я хочу поговорить с вашим вожаком точно хочешь говорить с хозяином с великим плюс шо да да именно этого я и хочу а он не хочет говорить с тобой так я хочу пожаловаться на повод и не в том положении стать повар сейчас пропал как пропал он он разочаровал хозяина да поэтому он прячется мне надо идти на поиски но один пленник никак так понятно я хотел кое что спросить сколько быстро быстро так что вы сделали с каплем что вы сделали с каплем хозяин люшо посадил его в клетку завтра из него сварят суп но гусеницы противные на вкус а сгили едят не только чтобы насытиться мы наслаждаемся отчаянием и чистой ненавистью они как змеи какие то похоже на один из дедулиных рецептов так ладно больше вопросов нет луч все если ничего все поговорили так забираем поднос так что она здесь поднос с едой давайте еду мы выкинем потому что можно будет поднос вниз подложить по дверь чтобы ключи туда упал так давайте значит ложку с собой если воткнуть сюда иглу получится бессмысленная фиговина на половину игла на половину ложка и иглошка лучше чем ничего так теперь берем липкий поднос сюда я сюда не обедать скорее здесь подождите нам может надо как-то его уговорить может искать повара я уже успокоился ты будешь молчать а то мы же не можем ничего сделать пока он тут не сойти мне с этого места пока меня не будет не пищи ищи так все он ушел отлично теперь проворачиваем наше дело так может быть получится вытолкнуть ключ из скважины если мои корявые пальцы снова а получилось надо наслаждаться триумфом пока можно не сомневаюсь что скоро меня снова поймают забираем так надо теперь наружку здесь крестить ключ теперь руки липкие стражника нигде не видно ну ладно хуже уже не будет ведь правда хотя раньше мне тоже так казалось отлично мы вышли отлично мы вышли ого так мост у нас веревка нет голыми руками здесь не справиться так что у нас еще есть не хочет показывать нормально так то члены камень лежит у меня ногтей то не осталось еще бы пришлось поволноваться а какая-то бочка пусто может быть потом нам все это понадобится так так вот эти кухонная вывеска такие вещи только отбивают аппетит так дверь 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 вот что то здесь у нас есть давайте сюда зайдем а так какие-то палочки так дебро какое то что еще мы можем сделать стол может быть осмотреть наверное его уже несколько лет не протирали так что еще мы можем муха ловить мух голыми руками кто-то явно меня переоценивает а как нам муху то угу ладно нервы не надо так простите оба тарелка я же где стол надо осмотреть хорошо больше ничего нет пойдемте пушистый зверек ох ты не совсем пушистый зверек так гонг банка мариноват сушеный плесень маринованной паутины ух ты ой грибы как всегда я настолько слаб что даже гриб не могу сорвать так здесь что у нас лисневый суп наверное так что нам делать знаете что ну-ка я хочу сейчас вернуться в этот вот может быть мы солому зря вообще выкинули потому что смысл мы ее куда-то там смыли так где там дверь вот эта да была может быть куда-то сюда сможем ее применить так что он там про суп сказал мне не обязательно это пробовать я все сделал по рецепту может саму лучше оставлю себе лучше оставь огонь слишком слабый надо его разжечь посильнее ага хорошо что теперь вижу конк но нужна какая-то колотушка ничего не можем сделать так ну здесь получается мы наверное все сделали потому что тут он ничего не возьмет я бы предпочел готовить какой-то суп он хочет приготовить так дверь вот здесь есть дверь но она наверное не открывается как же попасть внутрь но у нас здесь получается есть еще два прохода что давайте сюда зайдем так о это мы подождите а ну это наверное все я поняла так давайте еще раз сюда зайдем а тот путь наверное ведет вот на этот ярус на средний какой-то ого а это как так работает так смотрите мы где-то оказались а и у нас только два прохода да что-то как-то непонятно лабиринт какой-то а а так и чё нам делать где мы а это дверь какая-то а куда-то мы попали это оружейная да я так понимаю так оружейная но у нас тут много чего вот какой-то лук есть а а лук взяли отлично нож мне кажется это все нам очень пригодится так а куда у нас озвучка делась попов о господи я опять едва не задохнулся ладно всё позади хе 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 этим идиотам меня не найти никогда это не Часке есть позади надо а это повар что ли Так, дубинку вот сразу заметила. Это тот самый повар, который у нас прятится. Так, доспехи. О, деревянный молот есть. Ага, мы его поднять не можем. Что еще? Стена, стена, охотничьи трофеи. Трус. Стена, давайте стену исследуем. Так, подожди, давайте с этим чуваком поговорим. Эй, ты. Да, ты в доспехе. Привет, я тебя нашел. Хватит притворяться. Я знаю, что ты там. Это не я. Я тебя вижу. Может быть, у тебя галлюцинации. Значит, ты говорящая галлюцинация. Как сказать? Так, кто ты? И кто? Меня нет. Я плод в твоего воображения. А чего ты там прячешься? Я не прячусь. Меня вообще тут нет. Раз так, я могу рассказать всем о твоем убежище. Что? Нет! А почему я не должен тебя выдавать? Потому что ты честный человек, а не подлый Азгиль. Если тебя там нет, значит доспех пустой, так? Да, да, но... Значит, я могу пойти и всем рассказать. Никто не пострадает. Как? Что ты собрался рассказывать? Ну, а сам как думаешь? Я все расскажу твоему боссу. Я все расскажу твоему боссу. Ха, напугал тоже. Ты даже не знаешь его имени. Так он Люшо. Нам же этот сказал. Его имя Люшо. Да, так? И что ты ему расскажешь? Так, я так и скажу. Так, я знаю, где повар. Так ему и скажу. Я знаю, где повар. Нет, не делай этого. Пожалуйста, умоляю. Люшо меня убьет. Так, еще раз. Почему ты прячешься от Люшо? А сам как думаешь? Я испортил его любимое блюдо. Как и трое поваров до меня. И я не хочу закончить, как они. Пожалуйста, не выдавай меня. Какое его любимое блюдо? Плесневый суп. Фу. Дед тоже его готовил. Эй, это народное азгильское блюдо. Настоящий деликатес. С другой стороны, плесневый суп был лучше, чем пюре из бородавок. Без того, чем не так-то просто сварить хороший плесневый суп. Это старинный рецепт. Только самые лучшие повара могут приготовить блюдо правильно. Но ты-то знаешь рецепт? Теоретически, да. Но не очень хорошо. На практике у меня ничего не получается. И теперь Люшо готов вывернуть меня наизнанку. О-хо-хо-хо. Можешь рассказать мне рецепт? Никогда. Говори, давай. Ворожейный. Ворожейный. Ладно, ладно. Твоя взяла. Я скажу тебе рецепт. Только прекрати вопить. А мне даже интересно. Слушай, тебе нужно что-нибудь воздушное. Что-то из земли. Что-то из воды. И что-то от тебя. Ты все прослушал? Тебе нужно что-нибудь воздушное. Воздушное. Из земли. Из земли. Из воды. И что-то от тебя. И что-то от тебя. Минуточку. Это не рецепт. В лучшем случае стишок для запоминания четырех стихий. Это все, что я знаю. Оставь меня в покое. Так, хорошо. Еще увидимся. И помни, ты меня никогда не видел. Договорились? Так, у нас тут стена какая-то. Ага. И что тут у нас? Только вентиль какой-то. Я бы с радостью. Но замок мешает. Хорошо. Похоже, нам сюда еще рано. Ну, пойдемте отсюда. Так. Что нам теперь-то нужно делать? Нам нужно опять как-то... выйти отсюда. Так, это все хорошо. И что нам нужно сделать? Так, давайте глянем, что у нас есть. Тупой нож, дубина, лук, тарелка, ребро, палочки. Давайте нож заточим, обточильный камень. Это как бы логично. Зачем нам тупой нож нужен? И, скорее всего, мы сейчас можем перерезать веревку. Да, лезвие так и молит о заточке. Ой, искра в глаз попала. Ау! Так, нож мы наточили, да? Ну все, пойдемте разрежем веревку. Ну, наконец, путь в львиное логово снова открыт. Так, подождите. Я хочу сходить еще направо. Чтобы точно узнать, это то, куда нам надо. Ну, вообще, есть смысл туда идти или нет? Ага, смотрите, жаба, цифры, рычаг. Слишком высоко, когда целей, которые я себе поставил. Так, вентиль опять-таки на замке. Цифры, деревянная балка, жаба. Понятно. Сюда нам еще рано идти. Все, тогда пойдемте. Так, ну все, да, идем сюда. Ага. Опа, монетка какая-то. Мы оказались, собственно, откуда и начали. Дверь, наверное, закрыта, да? Давайте подслушаем. Повторяем. 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 Ха-ха-ха. не бойся твое время не пришло пока сегодня в меню плесневый суп а ты пока что составишь мне компанию запах страха помогает мне сосредоточиться наш капель нет так хорошо давайте срежем веревку мне кажется нам нужно вот тем более мы можем сделать какое-то действие с этим узлом отлично и спускаемся так а что нужно делать-то нам нужно как-то капли освободить правильно правильно монета что с ней делать я не знаю может ее подключить она как какой-нибудь ключ будет выглядеть поглядим смогу ли я придать этому сокровищу еще блеска и сохранить пальцы в целости ой кажется я перестарался монета острая как наконечник стрелы так давайте ребятки на этом тогда остановиться следующей серии продолжим на есть мы спасем капля и нарушим все планы азгиля в общем это был скользящий мир спасибо за просмотр не забывайте подписываться ставить лайки ставить комментарии нажимать колокольчик и вступать наши группы все ссылочки в описании также вы можете стать спонсором нашего канала ссылочка также в описании на этом все увидимся следующей серии всем пока пока